МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достаточно один раз сдать образец голоса и сфотографироваться. Гиды-пенсионеры сдают экзамен. Центр серебряного волонтерства подготовил пожилых экскурсоводов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общегородской выпускной проведут 27 июня на Михайловской набережной. К этому времени закончатся все экзамены. По первым итогам ЕГЭ в этом году больше стубальников по математике и химии. Из 11 предметов мы получили итоги по 5 предметам. Это математика, химия, история, литература и география. Мы можем сегодня говорить о тех самых масштабных, важных для нас показателях. 34 выпускника 11 классов пока подтвердили стубальные результаты. Отрадно, что мы в этом году увидели увеличение количества стубальников по таким предметам, как математика и химия. Те, кто экзамены не сдает, уже на каникулах. В школах работают дневные лагеря. Там отдохнут более 21 тысячи детей. 12 тысяч юных новосибирцев побывают в загородных лагерях. Для подростков, которые готовы трудиться в каникулы, созданы все условия. Для того, чтобы устроиться на работу, нужно обратиться в городской департамент образования или к представителям территориального общественного самоуправления. ТОСы очень активно занимаются организацией летнего отдыха, в частности, и труда школьников. Как правило, это ребятишки, подростки и девочки, мальчики и девочки из таких семей, скажем так, не совсем благополучных. И поэтому их совместному такому труду и совместному досугу уделяется большое внимание. Накануне вечером в частном секторе Ленинского района произошел пожар. По словам экспертов, возгорание здесь в последнее время происходит чаще. О том, что можно сделать, чтобы предотвратить трагедию, расскажет Владимир Киселев. Здесь вот у вас утечка газа на входе счетчика. Всего три места, где происходит утечка газа. Есть и другие нарушения. Специалисты уверяют, подобные неисправности поможет устранить обслуживающая организация. И сделать это необходимо как можно скорее. Пожалуйста, найдите ваш договор технического обслуживания, обратитесь в эту организацию и потребуйте, чтобы они устранили все выявленные, но и недостатки. Неисправности отопительного оборудования в частных домах встречаются часто. Во время подобных рейдов специалисты могут сделать бесплатные осмотры, дать хозяину дома рекомендации по устранению возможных поломок. Ведь из-за нарушения правил эксплуатации, печного и газового оборудования пострадать могут и соседи. Зачастую происходят пожары, один дом загорается, следом загорается второй, третий и так далее. У нас были случаи, когда загоралось и по два, и по три, и даже по четыре дома. Вот, наверное, основная проблема. Ну и опять же, все зависит от хозяина, который должен следить и за проводкой, и за электрооборудованием, и за печным отоплением. Лето – самое подходящее время для подготовки частного дома к зиме. Печь топить не нужно, и ее можно отремонтировать. Сейчас как раз такой период, что нужно воспользоваться летним летом, чтобы отремонтировать, привести к зиме, подготовиться, если есть необходимость отремонтировать печи, и чтобы в дальнейшем, в период отопительного сезона, не происходило никаких нехороших ситуаций, таких как пожар и так далее. Специалисты мэрии напоминают на ремонт печей и электропроводки. Можно получить материальную помощь. Для этого необходимо написать заявление в районную администрацию. Владимир Киселев, Денис Савинский. Новосибирские новости. Новосибирские ученые предлагают покрывать протезы суставов золотом, платиной или антибиотиками. Это защитит имплантаты от инфекции, а пациента – от ампутации конечностей. А еще покрытие продлит срок службы протезов. Анна Братушкина подробнее. Лариса ведет практически полноценную жизнь. О побежденном раке напоминает лишь небольшая хромота и протез в ноге. Несколько лет назад женщина замерзла и в имплантат попала инфекция. Обычно таким пациентам приходится менять протез на новый, а иногда даже ампутировать конечность. Но у Ларисы удалось спасти лекарствами. После этого я очень долго, фактически два года еще лечилась. Два месяца антибиотики, промывание. Но, конечно, я понимаю, что теперь мне нельзя вообще простывать, не перегреваться, не простывать. Очень-очень надо беречь себя. Усиленно беречь себя приходится всем пациентам с протезами костей и суставов. Малейшая простуда, кариес или воспаление могут вызвать инфекцию в имплантате. Новосибирские ученые предлагают наносить на протезы золото, платину или антибиотики. Такое покрытие защитит имплантат от инфекции. При этом протез не станет дороже, обещают ученые. Этот протез ребра сделан из никелит-титана. Он изготовлен по индивидуальным меркам. Сейчас перед учеными стоит новая задача – сделать партию универсальных протезов, которые подойдут любому пациенту. Именно такие протезы и будут покрывать антибактериальным составом. В первую очередь протезы с антибактериальным покрытием нужны для пациентов со злокачественными опухолями. В организм ослабленной химиотерапии инфекция попадает без труда. Сейчас мы находимся на этапе проектирования имплантов, создания опытных образцов, которые мы будем уже модифицировать, которые мы будем готовить к испытаниям сначала лабораторным, на клеточных культурах и бактериальных средах. И потом мы планируем вторым этапом исследовать уже на лабораторных животных. Испытывать новую технологию специалисты планируют два года. Если все исследования будут успешными, ученые перейдут к тестам на людях. Анна Братушкина и Денис Савинский. Новосибирские новости. Сегодня медиков с профессиональным праздником поздравил мэр Новосибирска. Анатолий Локоть вручил почетные грамоты врачам и медсестрам городской больницы номер один. Какие бы технологии не были, какие бы там томографы, там еще что-то не появлялось, самое главное это все-таки врач. Его руки. Коллектив, который работает здесь, он уникален. Уникален по своему умению, по своему знанию. А я бы сказал, по своему душевному настрою. Я искренне хочу сказать вам спасибо. Простое русское слово. Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что вы лечите город Новосибирск. Городская больница номер один, одна из старейших в Новосибирске. Она начала работать в 1930 году. Каждый год здесь лечится около 50 тысяч человек. Создана большая научная база. Работают 18 кафедр медицинского университета. Действуют отделения разного профиля и медицинские центры. Работает уникальная акушерская служба. Женщинам с патологиями помогают рожать здоровых детей. Рабочий день начинается с 8 утра. День начинается интенсивно. Приходится оказывать экстренную помощь. В день может быть 10-12 родов. Но я люблю свою работу, потому что душа радуется, когда женщины уходят с детьми счастливые. Но приходят не по одному разу к Новроддому. В год у нас проходит по 3 250 родов. Взять кредит, перевести деньги и даже открыть счет, не выходя из дома. Новосибирцам предлагают более 150 банков России. Для этого нужно пройти биометрическую идентификацию. Как проходит эта процедура и защищена ли система от злоумышленников, узнал Александр Сульдин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Зарегистрируйте, пожалуйста, меня в едином биометрической системе. Специалисты Центрального банка собирают биометрические данные, запись голоса, фотографии в Ванфас. После регистрации в системе клиент сможет подтвердить любую банковскую операцию удаленно, с помощью гаджета с микрофоном и камерой. Необходимо использовать два приложения. Первое – это приложение самого банка, который меня интересует. И второе – это приложение единой биометрической системы. Она называется «Биометрия» и размещена в официальных магазинах приложений. Еще одно условие для работы сервиса – регистрация на портале госуслуги. Подтвердить личность можно также с помощью биометрических данных. Система, по словам разработчиков, полностью защищена от мошенников. Отдельно лицо и отдельно голос действительно можно подделать. В этом нет никакой сложности, особенно с точки зрения лицевой биометрии. Но как только вы объединяете два признака – лицо и голос вместе, то у нас с вами получается видеозапись. Мы привлекаем команды, которые занимаются взломом именно этих технологий, и привлекаем коллег с Федеральной службы безопасности. Там есть отдельный специализированный центр, который занимается биометрическими технологиями. На текущий момент ни одной из команд и нам, как разработчикам системы, ее взломать не удалось. Пройти процедуру идентификации можно в банке, в котором установлено соответствующее оборудование. После отправки данных клиент сможет пользоваться услугами любых финансовых организаций. Однако такие возможности пока предоставляют не всем. Что касается граждан различных категорий, будь то маломобильные граждане, то здесь, скажем так, безусловно, особенно в отношении инвалидов, есть определенного рода нозологии, которые на данный момент не позволяют системе воспользоваться. Но система, как я уже сказал, развивается. Установить оборудование для сбора данных все кредитные организации должны до конца года. Следующий этап развития системы – биометрия ладоней и возможность работы с банкоматом без пластиковых карт. Александр Сульдин, Анна Муянова и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Экскурсоводы-волонтеры сегодня сдавали экзамен. В Центре Серебряного волонтерства подготовили первую группу гидов старше 55 лет. Многие пенсионеры пришли на уроки, чтобы узнать что-то новое о своем городе. Теперь готовы делиться полученными знаниями. Этим летом они проведут первые экскурсии по Новосибирску. На экзамене у будущих гидов побывал Михаил Якимов. Анатолию Иванченко сегодня предстоит сдать экзамен на экскурсовода. До пенсии он работал электромехаником. Это первый опыт в публичной профессии. Мне просто для себя интересно знать историю города, его развития, все достопримечательности. Я сначала пришел мне просто посмотреть, потом меня заинтересовало, и я стал посещать эти курсы постоянно. Два раза в неделю по три часа. Множество обязательных экскурсий. Наставник – профессионал с большим стажем. Проект назвали «Серебряный гид». Все будущие экскурсоводы – пенсионеры. Сейчас 21 век, есть интернет, можно было почитать. Но вот общение с людьми и именно такой педагог, который нам, так сказать, дал основу этого, я очень благодарна. Начинают экзамен-экскурсию на площади Гарина Михайловского перед главным вокзалом. Пока первые выпускники рассказывают о достопримечательностях этого места, остальные слушают. Ведь потом им нужно будет проявить себя. Театр для маленьких зрителей был и остается волшебным миром сказки. Следующая точка экзаменационного маршрута – перекресток улиц Ленина и Революции. Здесь и театр «Кукол», и ДК «Октябрьской революции», и «Красный факел». Есть о чем рассказать. Они очень глубоко изучали историю, сидели много в библиотеках, ходили, изучали. И потратили достаточное количество времени для того, чтобы изучить те места достопримечательностей, те истории, те мифы, которые существуют. Профессия экскурсовод дает возможность общаться и делиться полезными знаниями с людьми разного возраста. Экзамен – это лишь финальная точка в процессе обучения. Первое настоящее испытание серебряным гидам предстоит уже в августе, во время форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей». Именно они будут знакомить гостей мероприятия с нашим городом. Форум пройдет с 26 по 30 августа. Осенью эти экскурсоводы продолжат обучение, чтобы расширить свои знания. А уже в октябре наберут новую учебную группу пожилых гидов. Записаться на курсы можно в городском центре серебряного волонтерства. Михаил Якимов, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. То самое место. Выставка «Ко дню города» открылась сегодня в российско-немецком доме. Художница Елена Семьянова изобразила Новосибирск, улицы, с которыми связаны ее воспоминания. «Я рисую не именно Новосибирск. Я ищу живопись в местах. Я ищу живопись в городе. Какая-то стена красивая, живописная. Не знаю, небо и контраст зданий с небом». Места, изображенные на картинах, по замыслу художницы, ярко отражают сибирский дух. Природа сочетается с индустриальностью, невзрачные постройки выглядят монументально. В центре ее внимания маленькие деревянные дома, тихие улицы, академгородка, пейзажи, которые новосибирцы наблюдают каждый день. «Лично для меня эта выставка была интересна тем, что человек представляет город с другой стороны. Мы привыкли, что у нас раньше были выставки, посвященные Новосибирску, но там, как правило, был стандартный сюжет, стандартный набор, оперный театр, храм Александра, собор Александра Невского, часовня, здание красного факела. И все, что мы знаем, все, что мы видим в центре города. И вдруг нам человек показывает Новосибирск с другой стороны». С чего начинается театр? Новосибирские фотографы и художники запечатлели, что называется, изнанку театральной жизни. Их работы можно увидеть на выставке в городском центре изобразительного искусства. Около ста картин и фотографий. Подробнее об экспозиции Анна Буянова. Светлана Дашук в музее и галерею ходит редко. Экспозиционным залом предпочитает театральные постановки. Но выставка о взаимодействии театра и изобразительного искусства ее впечатлила. «Ой, вообще увидела такое многое разнообразие. Так здорово. Мне очень нравятся фотографии Иванова блестящие. Вот эти все Паршикова, Моисиенко. Балет – это вообще моя стихия. То есть это вообще все прекрасно. Мне очень понравилось. Я еще половину не посмотрела». Картины, афиши и макеты театральных декораций разместили в четырех залах городского центра изобразительных искусств. Рядом с работами известных художников и фотографов – проекты студентов художественного училища. «Можно увидеть различные грани театрального искусства. Есть эскизы декораций, есть уже готовые декорации к спектаклям, которые идут на разных сценах не только Новосибирска, но и России. Есть фотографии, которые запечатлели неповторимый миг творчества». Организаторы выставки решили показать зрителю то, что обычно остается за кулисами. Репетиции, кропотливую работу гримеров, дизайнеров и декораторов. Так в Новосибирске отмечают год театра. В планах и другие экспозиции. «Перед Днем города мы откроем еще наш последний вагон метро, посвященный как раз нашим театрам. Это уже будет полноценный поезд, посвященный Году театра всем нашим театрам. До дня города он полностью выйдет на перрон. Мы планируем на осень, это у нас такая театральная будет постановка, театр в метро. Мы планируем такую сделать постановку. Мы планируем фото-выставку». Экспозиция в городском центре изобразительных искусств продлится до 30 июня. Вход в День города будет бесплатным. Здесь ждут всех, кто хочет прикоснуться к искусству и понять, с чего на самом деле начинается театр. Анна Буянова и Денис Савинский. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nskenews.info вы найдете полную афишу на ближайшие выходные дни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова